И заходи сразу сюда, зажигай там свет. Все закончили. Ну, сейчас я зажигу свет. И посмотрим, кто там еще. Сейчас, поднесу еще. Поехали. 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 Коля, а тебя можно прервать на пару минут? Ты мне расскажи, как Володя о своем творчестве. В этом отношении гораздо труднее, чем Володя, потому что у него каждая скульптура имеет название. У меня самое сложное – это придумать название моей скульптуры. Она рождается без названия. Вот в чем, собственно, отличие? Лемпорта сразу с названием начинается, а у меня без названия. Поэтому у меня совершенно обратный процесс. Процесс чисто формальный. Скажем, мне захотелось сделать изогнутую женщину. Но она изображает какой-нибудь порыв. Ничего, порыв он сидит внутри. Обозначать его невозможно. Это женщина-то обозначает какую-то страсть. Делокая страсть. Ну, скажем, вот это фортуна. Но она фортуна только что-то такое. Это она много же в себе содержит. Очень много. Сразу не объяснишь это. И же это состояние души. Вот состояние. Вот я и говорю, что я через форму изображаю состояние, которое, ну, так сказать, мне наиболее близко. Задумывается она, ну, так как рука пойдет. Скажем, я ненавижу острые углы. Я не люблю квадратные формы. Я не люблю незаконченные формы. И это все диктует мне вот это, собственно, то, что получается из-под моих рук. Причем у меня и технология совершенно, ведь принципиально отличается от твоей, верно? Ну, как у меня технологическая была? А потому что она близко, вот почему я дрелю работаю по этой штуке. В основном, конечно, у меня эти, это женщины. Потому что они соответствуют, их форма, пластика, человеческого тела, женского тела, где отсутствуют острые углы и острые, так сказать, колючие формы. Мне это близко. Я это вот где-то передаю. Я как бы общаюсь каждый раз с женщиной, когда ее полирую, шлифую, глажу рукой и так далее. Вот это такая, ну, так сказать, изнутри идущая потребность изображения. У Володи обязательно идет немножко, ну так уж, извини меня, я так считаю, идет через глаз, через голову и дальше на руки. А у меня наоборот. Из рук, потом в глаз, а потом уже, так сказать, ну... Ну, что-то получается, и так далее. А потому что я должен смотреть, ну, то, что я делаю. Поэтому глаз у меня участвует. Ну, Коля, реквием твой, это вообще, я считаю, что непревзойденная работа. Реквием, это, видишь, это, так сказать, очень, ну, монументальная идея. Она не мною изобретена. Реквием, это, так сказать, этим занимались все художники, реквием, так или иначе. И это тоже один из жанров монументальной скульптуры, который я вот попробовал в своей интерпретации. Все равно, ну, людьми, ведь чувства у людей более-менее одинаковые и чувствуют тоже примерно одно и то же. И, скажем, есть горе, есть страсть, есть трагедия, есть ненависть и так далее, которые так или иначе в скульптуре должны переноситься. Но скульптура – это самая молчаливая форма, самый молчаливый жанр, что ли, так сказать, в изображении. Вот скульптура и архитектура, пожалуй. Вот. И поэтому у нас средства-то очень ограничены. Вот только через форму. Только через форму. В Испанию, там у них есть музей Дон Кихотов. И понадобилось, в общем, оказывается, к королеве обратиться, чтобы приняли подарок. И когда я написал письмо, началась такая диска чиновничья, что, в общем, все это погибло. И я отказался от этой идеи. Хотя это бесплатно, просто единственное, они должны были забрать здесь. И поставили. Вот и все. Потому что мне хотелось участвовать в этой выставке, в собрании Дон Кихота. Ну и еще, что я хочу сказать, вот к этому Дон Кихоту, он родился не просто, так сказать, сразу в скульптуре, а в рисунках сначала мне. И я хотел бы сейчас показать целую серию рисунков, графики. Я написал книжки, да, из-за неких, из-за неких, из-за неких. Потому что ничего-то тоже хотел. Апробации. 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 А дальше? Апробация. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...